Сегодня мы попытаемся ответить на один очень важный, животрепещущий вопрос. Как известно, Мухаммад Аль-Фатих обратил церковь Айасофия в мечеть. Вопрос, почему, и можно ли по шариату сделать из церкви мечеть? И почему он не поступил так, как сделал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, когда последний вошёл в Аль-Кудс, Иерусалим, и не совершил молитву в церкви Воскресения, Христовы, крама Гроба Господня, и не превратил её тем самым в мечеть? Он ни из одной церкви всего Аль-Кудса не сделал мечеть. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего мы вкратце расскажем об Айасофии. Айасофия была самой крупной церковью в мире в своё время. Она продолжала носить титул самой крупной церкви в мире, пока испанцы не построили церковь в Севилье, спустя около 70 лет после завоевания Константинополя, в 1520 году, если быть точным. Тогда церковь в Севилье стала самой крупной церковью в мире, сместив долгое время носившую титул самой крупной церкви Айасофию. Айасофия имеет огромное значение для всех православных христиан. Айасофия была основана в VI веке по Григорианскому календарю. Ещё до возникновения исламы, до появления посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В частности, в 532 году было положено начало её постройки, а завершение стройки пришлось на 537 год. Она оставалась церковью вплоть до завоевания Мухаммадом аль-Фатихом в Константинополе в 1453 году. То есть 916 лет. Это была не просто церковь, а первая крупнейшая резиденция высшего духовного руководства православных христиан в мире. Аналогичная и равная Ватикану в Риме. Итак, мы говорим о крупнейшем явлении, важном событии. Исламское и византийское государства имеют давнюю историю войны друг с другом. Война между нами длится со времён посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Первым сражением с Византийской империей была битва при Моте в 8 году по Хиджри. Далее сражение при Табуке в 9 году по Хиджри. Далее экспедиция в Шам, Сирию. Войско, которое отправил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во главе с Усамой ибн Зайдом, который не был осуществлён при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покинул этот мир, когда войско собиралось выйти в путь в 11 году по Хиджри. Далее освобождение Шама со всеми её сражениями при Абубакре Ас-Сиддике, потом при Умаре ибн Аль-Хаттабе. Потом случались ещё столкновения с Византийской империей во время Амиядского халифата, Аббасийского халифата, Сильджукского султаната. То есть история противостояния между нами длится с незапамятных времён. Мы говорим о более чем 800 лет борьбы. Основой взаимоотношений между исламским государством, будь то в лице Амиядов, Аббасидов, или ранее праведных халифов, или позднее османов, в основе между двумя государствами всегда велась война. Иногда случались перемирия, договоры о временном перемирии между двумя государствами. Непосредственно перед завоеванием Константинополя между мусульманами, османами и византийцами была договорённость, которую последние нарушили, совершив несколько неприятных инцидентов. Мухаммад аль-Фатих посчитал это нарушением договора с мусульманами и объявил войну византийскому государству. Османы держали Константинополь в осаде 53 дня, прежде чем он пал. В течение этих 53 дней он пытался разрешить конфликт мирным путём, через заключение соглашения с Константинополем, чтобы город мирно открыл свои ворота. По обоюдному соглашению сядем вместе, обсудим условия, на которых жители Константинополя сдадут город, либо мы продолжим военные действия. Таким было его предложение. Было несколько попыток заключить мирное соглашение, но Константин XI, последний византийский император, отказался от мирного решения и продолжил войну. Мухаммад аль-Фатих вместе со своей армией добился успеха и завоевал Константинополь 29 мая 1453 года по Григорианскому календарю. Первое, на что мы должны обратить наше внимание в этой истории, дорогие братья, это то, что существует большая разница как в исламском законодательстве, шариате, так и в международном праве, и в то время, и в последующие века, а также и до этого события, что по отношению к городам, завоеванным силой, насильственно, войной, обращаются особым образом, кардинально отличающимся от отношения к городам, завоеванным мирным путем, по соглашению по обоюдному договору. Первое, это одно, а второе, совершенно иное. Как Умар ибн Аль-Хаттаб завоевал Аль-Кутс? Войной или соглашением? Соглашением. Народ в Аль-Кутсе открыл ворота и передал ключи. Они заключили договор между собой. В условие этого соглашения входило то, чтобы мусульмане не трогали церкви в Аль-Кутсе. И нет разницы, вошел ли в город Умар ибн Аль-Хаттаб, или Усман ибн Аффан, или любой другой из амиядского или аббасийского халифата, согласно договору Умара, которое было заключено в мирных условиях с действующим на то время патриархом Аль-Кутса, что на этих землях церкви неприкосновенны, а также неприкосновенны ее жители и имущество. Было заключено большое соглашение, договор с мусульманами, вот и все. Если мы сошлись на этом, договорились об этом в мирных условиях, то все так и остается в руках жителей города, мы ничем из этого не завладеваем. Мы требуем только исполнения тех условий, которые выдвинуты нами в договоре. Если, к примеру, мы обусловили выплату джизьяте, подати, то в каком количестве, по каким срокам и условиям. Выплачивается имущество или что-то другое, к примеру, урожай, продукты. Мы обговариваем все эти пункты. Они открыли свои ворота, все, мы держим свое слово. А вот города, которые завоеваны силой, войной, принадлежат мусульманам. Между нами нет договоренностей. Вы до самого последнего момента хотели убить всех тех людей, которые стоят снаружи, держа город в осаде. И мы точно так же хотели убить вас. Ведь идет война, это война. Если ты побеждаешь, ты забираешь все. А если проигрываешь войну, ты теряешь все. Это согласно исламскому шариату и согласно международным отношениям во всем мире. Где сейчас мечети Толедо, после того, как город пал под натиском крестоносцев в Испании? Где мечети Кордовы? Где мечети Севилии? Где? Валенсии, Барселоны. Все эти города были когда-то мусульманскими. Они были завоеваны войной, и все. Все мечети были отняты, их превратили в церкви. Никто об этом не говорит. Ни с их стороны, ни с нашей, так как они были отняты силой. Поэтому с точки зрения шариата в том, что сделал Мухаммад Аль-Фатих, нет никаких проблем. Нет проблем не только в превращении церкви Айя Софьи, но и всех церквей Истамбула в мечети. Потому что он вошел в город через войну. Ситуация с ним в корне отличается от ситуации с Умаром Ибн Аль-Хаттабом, и их нельзя сравнивать друг с другом. Шариат имеет один взгляд на этот случай, другой взгляд на второй. Сколько храмов Константинополя Мухаммад Аль-Фатих лишил статуса церкви? Он сделал из них помещения и для иных целей, не только для мечетей. По некоторой версии, по версии турецкого историка Исмаила Сирхинка, он сделал это с четырьмя церквями, одной из которых, конечно же, была Айя Софьи. А Стэнфорд Джей Шоу, известный американский историк, специализирующийся на османской истории, он написал действительно очень ценные книги, советую вам найти и прочитать их. Он говорит о 17 церквях, лишенных своего статуса. А Мухаммад Фарид в книге «Аддауля аль-Алия аль-Усмания» «Великая Османская империя», говорит, что он превратил половину церквей Константинополя в мечети. Он однозначно сделал это более, чем с одной церковью. Согласно любой из версий, четыре, семнадцать или половина всех церквей. Нет точных данных по количеству церквей, для того, чтобы мы понимали общую картину. Однако важно то, что он действительно превратил несколько церквей Константинополя в мечети. Он также отдал некоторые церкви армянам. Он отдал православные церкви армянам. Он даже отдал несколько церквей иудеям, у которых благодаря существующим церквям появились свои храмы в Константинополе. Все это входило в его законные полномочия, как завоевателя. Между прочим, он мог обратить в рабство всех жителей города. Согласно правилам войны на то время, согласно тому, как они относились к нам, и как мы относились к ним. Это было бы вполне естественно, если бы жителей города, завоеванного войной, обратили бы в рабство. Однако он не сделал этого. Аль-Фатих не сделал этого. Он предоставил народу такую свободу, которую они не могли найти абсолютно нигде в Европе. Они ведь исповедовали разные религии, другую идеологию. Вы видели, что происходило ранее между православными и католиками в Константинополе? История вам расскажет. Вы видели, что происходило между католиками и иудеями в мире? Однако в османском государстве не было ничего подобного. Он не обратил людей в рабство. Напротив, он предоставил им большую свободу. Он относился к ним очень почтительно, что даже иудеи, описывая его отношения, использовали слово «френдли» – дружественной. Он относился к людям по-дружески, мягко и с благосклонностью. Он не был черствым. Он был открытым. Он не видел проблемы во взаимоотношениях различных культур. Однако же мы находились в серьезном военном положении. Осада продолжалась 53 дня, а до этого 800 лет мы не могли взять этот город. Поэтому это было крупнейшим событием. Шариатское положение этого, несомненно, очень важно. Но помимо этого, есть еще один аспект, на который мы должны обратить наше внимание. Количество населения. Мохаммад Аль-Фатих входит в город со своей армией. В город приходит также население османского государства. Каковы размеры османского государства по сравнению с этим завоеванным городом Константинополь? Еще до завоевания города население Константинополя эмигрировали из него. На протяжении предыдущих 30-40-50 лет экономика города сильно ухудшилась, увеличивались брошенные дома, росло разложение в социальном плане. Многие жители покинули этот город. Для того, чтобы создать разницу между византийцами в Константинополе и османским народом, сравните две армии. Сколько человек состояло в византийской армии, обороняющей Константинополь? Всего 7 тысяч воинов. К тому же, не все эти 7 тысяч воинов были византийцами. Многие из них были из Генуи, итальянского города Генуи. Они послали 3-4 тысячи или 5 тысяч солдат, чтобы помочь византийскому народу защитить Константинополь. Таким образом, из жителей данного города в армии было всего 2-3 тысячи человек. А сколько было воинов в османской армии, которая держала Константинополь в осаде? И это только те, кто участвовал в осаде Константинополя, не говоря о войсках в Анатолии, на Балканах и в других местах. Для взятия Константинополя Аль-Фатих взял с собой 250 тысяч человек, четверть миллиона воинов. Итак, мы говорим о 250 тысячах в противовес 2-3 тысячам. Османский народ, который в дальнейшем пришел и остался в Константинополе, это огромное количество людей. А православных христиан, которые оставались в Константинополе, было мало. Многие церкви внутри города были заброшены, а у мусульман, которых сейчас стало очень много, вообще не было мечетей. Поэтому он превратил их в мечети по необходимости. Была необходимость в домах богослужения, в мечетях для мусульман, и не было необходимости в этих брошенных церквях для христиан, в городе, в котором, в принципе, почти не осталось жителей. Поэтому было принято данное решение. И вы должны понимать, что мы говорим об ограниченном пространстве. В древних городах существовали стены, внутри этих стен находился город. Вы не можете жить за этими стенами. Вся оборона заключалась в этих стенах, окружавших город. Поэтому вы имеете ограниченную площадь внутри стен Константинополя, где живет народ и занимается своей жизнедеятельностью. Больница находится внутри этих стен, мечеть внутри этих стен, школы внутри. Нельзя выходить за пределы этих стен. Так как выход за пределы этих стен сулил серьезные опасности во время сражений, осады и тому подобное. Необходимость заставляла превратить эти церкви в мечети. Это не было сделано в каких-то иных целях. И церкви, использованные им, были излишком для того небольшого количества православного населения, оставшегося в городе. Поэтому, когда он пригласил армян в Константинополь, он преследовал идею создания из Константинополя международного мегаполиса, интернационального города, в котором жили бы все нации и народы. И это было бы для него своего рода трамплином для мирового господства. Он приглашал разные народы, разных вероисповеданий жить в Константинополе. Так он пригласил армян. У армян никогда в жизни не было своей церкви в Константинополе. Поэтому он выделил им церкви, которые теперь стали армянскими церквями. Также в Константинополь пришли жить иудеи, у которых тоже не было своих храмов, которые называются синагогами. Им тоже были предоставлены несколько церквей, из которых они могли сделать синагоги или любой свой иудейский храм для поклонений. Таким образом, все люди, проживавшие в Константинополе, совершали свои виды богослужений. Мечети, иудейские храмы – оба вида церквей, православные и армянские. Третий аспект, который мы также рассмотрим в связи с этим вопросом, это политическая обстановка. Османская империя воюет с византийским государством и одерживает над ним крупную победу в Константинополе. Враги – смятение. Сейчас нужно ковать железо, пока горячо. Церковь Айасофия – это символ византийцев и мировой символ православия. Если этот символ превратится в мечеть, моральный дух противника впадет до предела, и тем самым победа будет окончательной. Потому как он опасался, что победа ускользнет из его рук. Что было весьма вероятно. Что случится крупное восстание против него после взятия Константинополя. Завоевание Константинополя – это крупнейшее историческое событие. Только один Аллах знает, какой будет реакция на это. Поэтому он хотел сократить возможную реакцию. Особенно потому, что константинопольские византийцы не последние в мире. У них были и другие центры, другие города в мире. В их руках находилась большая часть Греции, в частности Афины, на территории которой существовало независимое византийское герцогство Аттика. Ее правителем был византийский герцог. У остальной части Греции, которая называлась Пилопоннес, или также называют полуостров Морея, тоже был свой византийский правитель. Они могли организовать наступление на Мухаммад Аль-Фатиха и его армию. Также существовало другое большое королевство – Трапезунд, Трапзон, находившееся на севере Анатолии, Турции. Из-за размеров этого королевства, его важности и значения, его правителя назвали императором. Еще один император. То есть, один император правит Константинополем, второй император правит Трапзоном. Этот Трапзон также мог прийти на помощь своим соратникам-византийцам, чтобы вернуть положение дел в пользу последних. Поэтому, так как ситуация была неспокойной, Мухаммад Аль-Фатих хотел лишить их средства усиления морального духа. Это что касается византийцев. Вдобавок к этому православные христиане. Православные христиане всех национальностей. Православные болгары, православные сербы, православные христиане Сирии, России – все эти православные страны. Весь православный восток. В то время различительная граница проходила, начиная от Сербии, далее к востоку все страны были православными, а к западу от Сербии были католические страны. В то время еще не существовало протестантов. Он хотел закрыть путь для вмешательства католического запада, который отправлял письма в Константинополь с условиями, при которых этот запад был согласен помочь жителям Константинополя. Если бы Константинополь принял эти условия, могло случиться ужасное. Пришла бы Франция, Англия, Италия, Испания. Это были достаточно сильные страны на то время. Объединение всех этих стран могло принести большие проблемы османскому государству. И для того, чтобы прекратить путь к этому, он пошел на это преобразование. Еще один аспект, который мы можем принять во внимание, это то, кто критикует Мухаммада Аль-Фатиха в этом решении. Кто обозлен этим поступком? Кто поднимает вопрос превращения церкви в мечеть, говорит об этом и всячески отстаивает недопустимость этого? Не православные христиане? Православные христиане жили в тысячу раз лучше условиях, чем они жили до этого. Они восприняли это достаточно адекватно и относились к Мухаммаду Аль-Фатиху с уважением. Он очень уважал их патриарха. Они хотели определенного патриарха, Константин XI отказал им в этом, потому как он враждовал с ним. Он убрал патриарха, которого хотел видеть народ. А когда пришел Мухаммад Аль-Фатих, он позволил им выбрать патриарха, которого они хотели. Он позволил ему присутствовать на заседаниях императорского двора Мухаммада Аль-Фатиха. Его положение было таким высоким, что никто из православных никогда не видел такого в Европе в то время. А кто возражает и говорит сейчас об этом? Запад. Весь католический Запад. А что вы сами, католики, сделали в Константинополе, когда вошли в него? Разве это не вы вошли в Константинополь в 1204 году и оставались в нем до 1261 года? Что сделали вы? Разве вы оставили Айософию православной? С первого же дня вы обратили ее в римскую католическую церковь. С первого же дня и до их ухода. Хотя и те, и те христиане. Они подвергли народ различным мучениям, убийства, обращения в рабство, похищения имущества. Ничего подобного не случалось с Мухаммадом Аль-Фатихом. Именно поэтому вы можете найти известную фразу, которую произнесли православные патриархи, когда еще до падения Константинополя Константин 11 предлагал им изменить направление в сторону католицизма, чтобы им помогла Италия. А после того, как будет пройдено это испытание, снова вернут все, как было. Православные патриархи категорически отказались от этого, ответив этими известными словами. Мы готовы видеть Константинополь скорее под властью турецкой чалмы, чем под властью католической тиары. Мы можем соседствовать с турками, но с католиками нет. Такой вариант не годится. Это их слова. И эти слова из западных книг. Мы не приводим эти слова из наших исламских или турецких книг. Это предание из внутреннего двора византийцев, которое передает Запад. Это зафиксировано и задокументировано ими самими. То, что они отказывались от помощи католиков и предпочли власть турков, власти католиков. К тому же, вы оба направления христианства, что вы сделали на Западе, когда завоевали исламские земли в Андалусии? Мы сказали Аталеда, Севилья, Кордова. Вы взяли их войной. Но что вы сделали в Гранаде? Ведь Гранада была взята мирным соглашением. Вы встречались с Ибн Аль-Ахмаром и миром Гранады и подписали соглашение из 92 пунктов. В этих пунктах говорилось, что вы предоставите мусульманам свободу, не будете трогать их мечети, не будете обращать мусульман в крестьянство, не будете отбирать имущество, детей и прочее. 92 пункта. Папа Римский заверил население в этом. А как только ворота были открыты, весь договор был нарушен. Все мечети и Гранады стали церквями. Даже молельни внутри дворца, которыми не пользовался простой народ, все, что напоминало мечеть, было обращено в церковь. В этом вообще не было смысла. Сколько людей могли молиться в таких молельнях? Все мечети Гранады были превращены в церкви, несмотря на наличие договора. Была договоренность, но они нарушили это соглашение. Это достойно внимания. Сравните Гранаду с Аль-Кудсом, Иерусалимом. Оба города были завоеваны мирным соглашением. Посмотрите, что сделал Умар ибн Аль-Хаттаб, и что сделали вы. И не сравнивайте Гранаду с Константинополем, который был взят войной. Хотите сравнивать Константинополь, сравните его с Таледой и другими городами, взятыми войной. Но что вы сделали в Гранаде? И никто не скажет, что время поменялось. Падение Гранады случилось в одном временном отрезке с Мухаммадом Аль-Фатихом. Мухаммад Аль-Фатих умер в 1481 году, а Гранада пала в 1492 году, спустя всего 11 лет после смерти Мухаммада Аль-Фатиха. Это тот же период, то же время. И не говорите, что международные отношения изменились. Нет, те же люди, которые критикуют этот поступок, сделали то же самое в другом месте. А что сделали испанцы, когда пришли в Латинскую Америку? Читайте, какие несчастья принесли испанцы в Латинскую Америку. Для того, чтобы обратить Латинскую Америку в католицизм, те, кто критикуют, должны вернуться к корням и изучить факты, чтобы понять, насколько на самом деле велика эта проблема. Чтобы понять размеры великодушия османов по сравнению с тем упрямством крестоносцев, которые мы видели в их войнах, будь то с мусульманами или немусульманами, как на примере той же Латинской Америки. И завершим тему одним коротким примечанием. Когда Мухаммад Аль-Фатих вошел в Айасофью, он нашел, что все стены украшены искусной золотой мозаикой. Это были образы живых существ, людей, ангелов. Все вы знаете, как выглядят эти образы. Он не хотел оскорбить чувства крестьян, уничтожив эти образы. Но в то же время, мусульмане не могут молиться в подобных местах. Поэтому он покрыл их гипсом и сохранил их в своем первозданном виде. Эта мозаика сохранилась и до наших дней. Все стены были покрыты известью. На них не было никаких образов. Но за слоем этой извести находились те самые христианские фрески и мозаики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok